Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана в студии Махачкурбанов и коротко о главном. Полтора миллиарда для своих. Дагестанские антимонопольщики выявили картельный сговор. Выйти сухими из воды. На борьбу с паводками выделят дополнительные силы и средства. Теперь стали возможны операции любой сложности. Новый современный корпус онкологического центра открылся в Махачкале. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану выявило картельный сговор на семи аукционах по строительству детских садов и школ на сумму более полтора миллиардов рублей. Как сообщили АИФ Дагестан в пресс-службе ФАС России в ходе внеплановых выездных проверок в отношении госучреждения республики «Сейсмобезопасность», которая выступила заказчиком торгов по строительству детских садов и школ, обнаружены бланки участников торгов, а также электронная переписка, в которой ответчики обсуждали модель поведения субъектов-конкурентов, конкурсную документацию и конечную цену контракта. Кроме того, антимонопольная служба установила, что участники торгов ООО «ПОН» и «Дагстро-сервис» имеют устойчивые финансовые связи и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений в ходе торгов. За нарушение требований закона о защите конкуренции компания «Дагстро-сервис» оштрафована на сумму более 4,5 миллионов рублей, ООО «ПОН» на сумму более 40 миллионов рублей. Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций. Соответствующее обращение уже направлено в Минстрой. Если граждане оплачивают коммуналку онлайн или пользуются электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку. Это позволит экономить на бумаге и почтовых услугах. Добавим, что сейчас в России можно получать квитанции как в бумажном, так и в электронном виде. Но добровольный отказ от бумажного варианта невозможен. Более двух тысяч жителей республики будут защищены от воздействия паводков в 2020 году. Об этом сообщает в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тагестан. В 2020-2021 годах за счет средств, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, в населенных пунктах будет проведен ремонт защитных водооградительных валов и строительство берегозащитных сооружений. Работы будут проведены на реках Терех в Кизлярском и Бабаюртовском районах, Гюльгеры-Чай в Курахском районе, Аксаев в Касаюртовском районе, Самур в Ахтынском районе. Кроме того, в 2020 году на территории республики запланирована реализация мероприятий по установлению границ зон затопления и подтопления 73 населенных пунктов. Необходимые средства заложены в бюджет в размере 20 миллионов рублей. Отметим, что в Дагестане 4000 рек и в связи с этим, по данным МЧС России, наша республика входит в десятку самых поводкоопасных субъектов Российской Федерации. Республиканский онкологический центр готов принять в два раза больше пациентов со всего региона. Сегодня на базе учреждения прошло открытие суперсовременного корпуса, строительство которого было начато еще в 2012 году. Средства в размере 350 миллионов рублей на завершение долгостроя были выделены федеральным центром по просьбе главы республики Владимира Васильева. В эксплуатацию введены стационар на 40 коек и поликлиника на 200 посещений в смену. Это позволит выявлять опухоли маленьких размеров, соответственно, оказывать своевременную помощь пациентам. Высокотехнологичное оборудование, установленное в новом корпусе, позволяет делать операции практически любой сложности. И мы с вами прекрасно знаем, ранняя диагностика – это продолжение активного образа жизни для наших людей. Всех нас хочу поздравить с новым конструктивным диагностическим корпусом, поликлиникой, стационаром. И вот такие вот объекты, чтобы у нас сдавались как можно чаще, условия работы нашей улучшались, а за этим стоит действительно, что будут наши пациенты в более ранние сроки получать необходимую помощь и, соответственно, и продолжительность жизни в целом и удовлетворенность населению улучшится. Кроме того, планируется строительство корпуса на 150 коек и дооснащение больницы современным оборудованием. По словам специалистов, это позволит значительно снизить количество пациентов, вынужденных выезжать на лечение за пределы республики. Отметим, что каждый год в Дагестане выявляется порядка 5000 новых случаев рака. Тяжелая болезнь ежегодно уносит жизни около 2000 людей. Проблема качества воды остается актуальной для многих в Дагестане. Жители республики после многочисленных отравлений, произошедших из-за некачественной питьевой воды, вынуждены покупать бутилированную воду. Ведь пить то, что течет из крана, далеко не всегда безопасно. Дом премиум-класса Grand Deluxe попытался решить эту проблему раз и навсегда. Хамзу Нурмагомедов расскажет, как. Одним из выгодных преимуществ дома Grand Deluxe является наличие собственной системы очистки воды с инновационными водоочистительными фильтрами. В этом доме будет установлена современная инновационная система водоочистки, которая подключается к водопроводу и на выходе дает безопасную и чистую воду, которую можно давать даже младенцам без кипячения. Также здесь возможно доустановить по желанию жильцов систему «Умный дом», которая повысит качество жизни и сделает жизнь более комфортной и безопасной. Это не единственное, в чем появилась забота о жильцах дома. Зачастую помимо грязной воды нам приходится сталкиваться с перебоями в ее подаче, отключением электричества и загруженностью двора машинами. Кажется, в доме Grand Deluxe заранее предусмотрели решение всех этих проблем. Только представьте, в этом доме помимо фильтрации установлен резервуар с водой, который обеспечит бесперебойное водоснабжение и электрогенераторы автономного питания. В этом доме никто не застрянет в лифте. Паркинг в доме подземный, а значит во дворе не будет машин. То есть дети совершенно спокойно могут играть во дворе и бегать по площадке. Мы постарались в этом проекте реализовать максимум задумок, позаботиться о наших жильцах. Здесь просторные квартиры от 80 квадратов. В каждом подъезде будет по два люксовых лифта, всего лишь два подъезда. И квартиры сдаются со стяжкой пола, со штукатуркой стен, полностью индивидуальное отопление будет под ключ. И два установленных кондиционера в каждую квартиру. И уже на территории комплекса есть построенный трехэтажный детский садик, соляной комнаты и бассейн для маленьких жильцов нашего дома. Не дома сбывшаяся мечта городского жителя. Но и спрос на жилье в таком доме соответствующий. В Гран-де-Люкс осталось всего 55 квартир, которые готовы открыть двери для хозяев. Хамзанур Магомедов, Алина Багилова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанка стала призером чемпионата Европы по женской борьбе. Бронзовую медаль завоевала Милана Дадашила на чемпионате Европы по женской борьбе. Соревнования проходят в эти дни в столице Италии. Спортсменка провела четыре поединка. Первых двух ей удалось одержать победу, но в третьем она уступила сопернице. Отметим, выступала Милана в весе до 50 килограмм. Дадашева повторила успех двухлетней давности. Это уже ее вторая медаль бронзового достоинства. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши передачи. Не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова